За окном моросил нескончаемый осенний дождь, зябкий и хмурый, точно в унисон Татьяниному настроению. Работа двигалась также монотонно. Заказ был легкий, модель стандартная, ткань послушная. И под стук швейной машинки ее мысли плавно перетекали в тот мир, где ей было уютно и комфортно, в мир их совместный со Славиком жизни. Это были самые лучшие 10 лет ее жизни. С любимым мужем ей не нужно было часами корпеть над швейной машинкой, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Мне нужно было брать ответственность за выживание семьи, решать целый ворох сложных житейских вопросов. Славик был без преувеличения мужчиной с большой буквы – внимательным, заботливым, ответственным, деятельным. Рано потерявшая родителей Татьяна, полной мерой испытавшая холод жизненных ветров после встречи со Славой, почувствовала себя снова маленькой девочкой, защищенной от невзгод крепкой стеной. И за все 10 лет эта стена ни разу не подвела. А вот год назад рухнула вместе с автомобилем, сорвавшимся с обрыва и унесшим с собой Славу. Теперь не было и дня, чтобы Таня не вспоминала покойного мужа, горько сожалея о ссорах их последнего года совместной жизни. И чего она к нему цеплялась? Да, частые командировки, ну и что. Зато Славика никто никогда не видел лежащим на диване перед телевизором. Да, нервный был из-за напряга на работе, но можно ведь было не обращать на это внимание. Он редко первый срывался. Да, безденежье беспокоило, но разве это безденежье по сравнению с тем, что теперь? Зачем она была так нетерпима? Ведь Слава до последнего избегал конфликта. Даже на дачу специально сбегал, чтобы не ссориться. Жил там неделями. Они ведь могли быть все это время вместе. У него была действительно непростая работа с колоссальной ответственностью. Попробуй найди субподрядчика, чтобы выполнил заказ и качественно, и в требуемые сроки. Деньги ведь в обороте нешуточные. И за них в ответе был Славик. Слезы дождем закапали на тонкую ткань недошитой блузки, оставляя на ней мокрые, расплывающиеся пятна. Но почему? Почему прозрение всегда приходит поздно? Почему по-настоящему начинаешь ценить только то, что безвозвратно потеряно? Уже никто не выкроет время в плотном графике для того, чтобы просто поинтересоваться. Тата, как у тебя дела? А ведь Славик звонил даже с другого конца страны, и за сотни километров по голосу было слышно, какой он в этот момент уставший. И дача эта, которую она так ненавидела за то, что муж предпочитал одиночество там, обществу жены здесь. Дача была для него фактически просто берлогой, в которую он уходил от напряжения в семье. Дача. Дача теперь была предметом больших раздумий. Денег катастрофически не хватало, учитывая то, что пенсия по потере кормильца на семилетнего Тему была ничтожно мала, а заработки нехитрым шитьем немногим больше. А еще эти непогашенные кредиты, процент по которым растет в геометрической прогрессии. Так в итоге можно и без квартиры остаться. За то время, что Татьяна выкарабкивалась из тяжелой депрессии после смерти Славика, ими никто не занимался. Проценты росли исправно. Да и Тёме на лекарства деньги нужны, болеет ведь постоянно. А кто возьмет на приличную работу сотрудника с хроническим больничным по уходу за ребенком? Кажется, этот вопрос назревал окончательно. На дачу ехать было почему-то страшно. Татьяна там так ни разу и не была. Этот участок в их семье появился недавно, всего пару лет назад после смерти Славиной мамы. Поступил в его полное нераздельное пользование. Супруг был сам против появления там Тани, мотивируя это тем, что это его собственность, его личное пространство, на которое он имеет полное право. Татьяна не рвалась, тем более, что люто ненавидела это наследство мужа, воспринимая дачу как главную разлучницу и соперницу их разладившейся жизни. Но делать было нечего, надо на выходные собрать Тёму и отправиться на смотрины. Может быть, тот домик с участком чего-то стоит и поможет-таки выкарабкаться из долгов. День, к счастью, выдался солнечный. Электричка была полупуста. Истасковавшийся в городе Тёма вертел головой, рассматривая проплывавшие за окном сельские пейзажи. Для городского мальчика всё это было интересно. И пасащаяся на лугу коровы, и плещущаяся в крохотном ручье гуси, и козочка, щиплющая травку вокруг вбитого в землю колышка. В какой-то момент восторженный Тёма даже спросил. «Мама, а если на даче так же хорошо, может, мы переедем туда жить?» «О, это вряд ли», – грустно ответила Татьяна и погладила сына по голове. Найденный после недолгого блуждания по посёлку участок, и впрямь не вызывал такого желания. Старый, порядком обветшалый дом выглядел неуютно. Покосившиеся ставни, давно не беленый фасад, покрытые слоем пыли стены навевали грусть и тоском. Татьяна даже немного расстроилась. «Сколько дадут за такую руклить? Хватит ли на погашение кредита вообще? Надо бы пообщаться с соседями, они, наверное, в курсе». Не рассчитывая на обнадёживающие новости, Татьяна постучала в калитку соседнего дома. Настолько вышла пожилая улыбчивая женщина, и неожиданно успокоила уже было отчающуюся Таню. «Ой, милая, не расстраивайся. Дом – это ерунда. Их почитай, и всё новое хозяева сносят. А вот земля здесь в цене. Место хорошее, лес, река рядом. И вместе с тем до города близко. Можно жить здесь и в город на работу ездить. За участок цену хорошую возьмёшь. Он у тебя большой, ровный. Сад не старый. Зоя, покойница, за садом следила. Старые деревья омолаживала, новые саженцы сажала. Так что цена твоему наследству минимум». И тут женщина назвала круглую сумму, которая бы решила львиную долю проблем осиротевшего семейства. Домой Таня ехала окрылённая. Быстренько дав объявление на сайте недвижимости, она решила подстраховаться ещё и по местному. И уже через день белые квадратики бумаги с крупными буквами продаётся. Красовались не только на заборе участка, но и на местной доске объявлений. А ещё даже на железнодорожной станции. Звонок раздался уже на следующий день, словно потенциальный покупатель только и ждал вести о продаже. По голосу звонила молодая женщина, которая срочно хотела посмотреть дом. Оставив рвавшегося на дачу, но опять подхватившего вирус Тёму, Татьяна помчалась на электричку. Негоже заставлять ждать покупателя. По дороге её одолевали смутные сомнения. Почему-то всё время казалось, что она предаёт Славину память, продавая столь дорогое его сердцу место. Сердце ныло, не находило в себе покоя, но обстоятельства диктовали своё. И скрипя сердце, Татьяна поспешила к калитке, где уже стояла в ожидании потенциальная покупательница. На то, чтобы открыть дверь, ушло несколько минут. За время вынужденного простоя замок заметно заржавел, отчего провернуть ключом запорный механизм оказалось очень и очень непросто. Наконец, дверь открылась, и женщины вошли в дом. Вопреки ожиданиям, внутри было уютно и комфортно, если закрыть глаза на пыли паутину, скопившуюся за время человеческого отсутствия. Покупательница уверенно стала ходить по комнатам, будто она здесь уже когда-то была. Бегла, осматрив дом, и даже не попытавшись сбить цену, она предложила побыстрее заключить сделку. Приятно удивлённая Татьяна сразу согласилась, а покупательница решила пройтись ещё и по саду. Оставшись одна, Татьяна решила внимательно осмотреть дом, который был так дорог её покойному мужу. Старая мебель с резными деревянными завитушками, такой же старый кожаный диванчик с кружевной салфеткой на спинке. Похоже, дом видел не одно поколение семьи. Выцветшие обои ситцевой расцветки, фарфоровые безделушки на полочке – всё это веяло булым уютом и семейным теплом. Татьяна начала понимать, почему Славе здесь было комфортно. Дом хранил память прежних поколений, знающих цену домашнему очагу и не обременённых нынешним сумасшедшим темпом жизни. Внезапно её внимание привлёк полураскрытый чёрный пакет для фотографической бумаги, брошенный явно в сердцах в мусорную корзину. Татьяна осторожно достала пакет и заглянула в него. Там была целая куча их со славой фотографии самых разных лет. Вот они, ещё не поженившиеся, в парке на колесе обозрения. Вот свадьба, и Татьяна дрожащей рукой расписывается в книге регистрации актов гражданского состояния, а молодой влюблённый Славик не может оторвать от неё глаз. Вот трёхмесячный Тёма лежит на животе и улыбается беззубым ротиком. А вот он, уже подросший, катается с ними на лодке. Целая жизнь проплывала перед глазами, счастливая, бесшабашная, намеревавшаяся быть долгой до самой старости жизни. Внезапно рука Татьяны дрогнула. Она держала совсем свежий снимок, судя по дате прошлогодней, на котором был запечатлён её Славик с молодой женщиной и грудным ребёнком на руках. Вглядевшись внимательно, она обомрела. Рядом с её мужем, улыбающейся и красивой, стояла та самая женщина, которая гуляла сейчас в саду и собиралась стать новой владелицей дома. У Татьяны зашло сердце. Так вот почему Слава неделями не жил дома. Так вот почему он никогда не звал её сюда и даже противился этому. Как же он мог? Лучше бы он просто взял и ушёл, чем жить вот так на две семьи. А она всегда считала, что муж не умеет врать. Нет. Она совершенно не разбирается в людях. Гнев, умноженный на горькое разочарование, туманил мозг и не давал пролиться злым слезам. В этот момент на веранде послышались шаги и женщина с фотографией вошла в комнату. Татьяна задохнулась от обуревавших её чувств. Вы? Это вы? Да как вы посмели? Влезть сначала в нашу жизнь, а теперь и в наш дом. Зачем вам понадобился мой муж? Зачем вы разрушили нашу жизнь? Разве вы стали от этого счастливее? Обезумевший от неожданной находки Татьяне в этот момент казалось, что именно из-за неё, из-за этой женщины начались все их со славой размолвки и ссоры, что именно из-за неё слава сорвался с обрыва, не выдержав напряжённой жизни на два дома. Погодите. На удивление спокойно сказала странная покупательница. Я понимаю ваше состояние, но прошу меня внимательно выслушать. Я вам расскажу настоящую историю произошедших событий. Она несколько отличается от мыслей, возникающих при взгляде на фото. Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Юля. Ваше имя я знаю. Татьяна обескураженно молчала. Спокойствие Юлии поставило её в тупик. Женщина, случайно выведенная на чистую воду, так себя не ведёт. Потому, выдержав паузу, она взяла себя в руки и кивнула Юле. Я слушаю вас внимательно. Я была замужем за довольно богатым человеком. Счастья, правда, в этом не оказалось никакого. Будь постарше и поопытнее, наверное, разобралась бы сразу во всём и замуж вообще не пошла. Но я была совершенно наивна. А он уверенный в себе, самодостаточный, решительный. Да к тому же намного старше меня. Мне тогда это казалось надёжностью и силой, но сила оказалась весьма разрушительной. Очень быстро после свадьбы галантный кавалер превратился в домашнего деспота. Он считал меня примерно такой же собственностью, как его дом, машину, фирма. Даже охранник имел больше личной независимости, чем я, потому что мог уволиться с работы. Я же была приговорена. Приговорена ловить на лету каждое слово. Приговорена не иметь никакого собственного мнения, а лишь прислушиваться чутьём посаженного на цепь зверя ко всем нюансам его настроений. У меня не могло быть ничего личного, ни друзей, ни родственников, ни интересов, ни даже карманных денег. Только он. Я поначалу любила его, списывала тяжёлый характер на пережитые трудности и даже наивно рассчитывала его смягчить своей любовью, но... Оставь надежду всяк сюда входящий. Это оказалось полной утопией. Я до сих пор не знаю, что именно в его жизни вызвало такую ущербность и жажду безраздельной и деспотичной власти. Сначала тяжело было только морально, а потом начал рукоприкладствовать. Я тогда первый раз пыталась уйти, но была поймана на полдороги и водворена обратно. Для науки у меня остался вот этот шрам от пореза битой бутылкой из-под виски. А потом я поняла, что беременна. Муж на время притормозил. Нет свободы, по-прежнему не было, но кулаки старался держать при себе. В положенный срок родился Илюша. Крепкий и здоровый мальчик. И началось. То я недостаточно приветливо улыбнулась при его возвращении, то слишком занята была ребенком и не очень внимательно слушала, то вилку уронила, подавая ему прибор. Наказание следовало мгновенно, и оно могло быть любым. Страх за Илью, что он останется без меня, и в лапах этого монстра рос с каждым днем, как снежная лавина. И однажды лавина оборвалась. Я тогда случайно разбила его любимую статуэтку индийской танцовщицы во время уборки. Он мог созерцать ее часами, и неизменно она приводила этого деспота в относительно умиротворенное состояние. Представить, что мне за это будет, я не могла. Поэтому, обезумев от ужаса, схватила ребенка и выбежала из дому. А куда бежать? Везде охрана. К моему счастью, менялась смена, и, сдавший свою смену охранник, подогнал к воротам свою машину. Воспользовавшись его разговором со сменщиком, я забралась незаметно в багажник. Шансы на побег были, конечно, мизерные, но для меня и один шанс это было много. Машина тронулась. Илья, к счастью, заснул. Через какое-то время я поняла по звукам, что машина остановилась на заправке, а охранник пошел оплачивать бензин. Ждать было больше нельзя. Открыв багажник и, выпрыгнув на глазах у изумленного заправщика на землю, я побежала прочь с ребенком на руках. Рядом была станция, и я с разбегу запрыгнула на ступеньку уже готовой отправиться электрички. Заправщик, видно, предпочел не ввязываться в темное дело, потому что погони ни по ходу электрички, ни на следующей станции я не обнаружила. Но я не обольщалась. Как только муж вернется домой, он тут же велит просмотреть видеокамеры и пустит своих людей по следу. Поэтому, немного придя в себя, через пару станций я вышла в незнакомом поселке. Уже темнело, потихоньку начало накрапывать дождь. Я шла по обочине с хнычущей мельей, совершенно не представляя, что мне делать. Внезапно рядом притормозила машина. Я было шарахнулась, но мужчина за рулем был один и вежливо спросил, может ли он мне чем-нибудь помочь. У меня другого выхода не было. Я на свой страх и риск села в машину и рассказала без утайки свою историю. Слава привез нас в этот дом и велел располагаться на ночлег. А потом и вовсе предложил пожить. Никаких отношений у нас с ним не было. Он был однолюб, любил только вас. И очень переживал, что у вас в семье частые разлады. Он вообще был очень ранимый при всей своей мужественности. Часто показывал мне ваши семейные фотографии, вспоминал мельчайшие подробности жизни. Видно мне, как чужому человеку ему было легче довериться. У него в этом доме даже появилось тайное хобби, которого он почему-то стеснялся и считал чуть ли не своей слабостью. Однажды, стараясь справиться с плохим настроением, Слава попытался выстрогать деревянный чурбачок. Увлекся. Причем, чем смутнее и тревожнее у него было на душе, тем краше выходили деревянные фигурки. Он в основном зверями занимался. Получались они у него совершенно натурально. Однажды попытался выставить даже на продажу. Улетели все до единой за хорошую цену. Вот так и жила я здесь. Тихо, тайно. Пока не узнала, что у мужа моего в очередном припадке ярости случился обширный инсульт. И стал он в итоге беспомощным, как дитя. Эго, конечно, в частную клинику определила. И вот теперь являюсь законной распорядительницей его средств ввиду имеющейся полной мужниной недееспособности. А дача вам теперь зачем? – спросила присмиревшая враж Татьяна. На память. О пережитой беде. О хорошем человеке и о том, что отчаянно решимость дает иногда свои плоды. О том, что настоящие чудеса иногда творят самые обычные люди. А то, так за высоким забором с охраной и видеокамерами об этом и позабыть можно. Домой Татьяна возвращалась в грустной задумчивости. Как же плохо она знала своего собственного мужа. Даже совершенно посторонняя женщина рассмотрела куда лучше. Слава, судя по всему, больше всего боялся показаться жене слабым, не оправдывая репутацию неуязвимого главы семьи. Даже зверюшек резал втихаря, чтоб никто не пилил. А ведь у них есть такая фигурка. Незадолго до гибели Славик принес и подарил Теме крупного резного медведя, ставшего на задние лапы. Передний зверь поднимал вверх, словно предупреждая о возможном нападении или готовясь к защите. Несмотря на динамичность позы, Мишка все равно получился очень милым и добродушным здоровяком. Видно, игрушка понравилась мужу, потому что продавать ее он не стал. А ведь не признался. Сказал, что купил на блошином рынке. Вот ведь как. Живешь человеком. Живешь, и оказывается, что жили вы не в одном мире, а в двух параллельных. Сделку провели быстро. Благо все бумаги были в порядке. Но после продажи участка две незамужние женщины, объединенные общим воспоминанием, расставаться не захотели. Юля часто приглашала Татьяну на дачу к великой радости Темы. Там они сумерничали с самоваром на шишках, видя нехитрые женские беседы. Варили варенье из яблок, сушили на зиму боярышник и шиповник. Темка за неимением родных братьев и сестер взял шефство над несмышленным еще Ильей и постепенно стал заправской няней. Вырученные за дачу деньги помогли погасить кредиты. В общем, жизнь стала худо-бедно налаживаться, и острая непереносимая боль потери постепенно стала сменяться у Тани светлой, наполненной воспоминаниями грустью. Только вот денег на жизнь по-прежнему было в обрез. Татьяна очень жалела, что, окунувшись в заботы по дому, забросила в свое время и свое филологическое образование. Теперь она, как говорится, была не в обойме. Жизнь стремительно убежала вперед, в ней требовались новые умения, навыки, которых у Татьяны практически не было. Надо было что-то срочно придумывать. Все попытки Юли помочь деньгами Татьяна отвергала категорически. Хватит и покупки дачи, на которой они с Темой бывают регулярно наравне с новой хозяйкой, словно не продавали ее вовсе. Надо было искать какой-то другой выход. В один из пасмурных осенних дней, занятая мыслями об их с Темой выживании, Татьяна вдруг услышала громкий стук и последовавший за этим отчаянный Темин рев. Влетев в комнату с неистово бьющимся от испуга сердцем, она обнаружила упавшего с полки резного деревянного медведя с отколовшейся лапой. И горько рыдающего над поврежденной игрушкой сына. От сердца, конечно же, отлегло. – Тема, перестань так убиваться, ты же напугал меня до полусмерти. – Это же дерево, его прекрасно можно склеить. С этими словами Татьяна подняла с полу фигурку и стала приспосабливать к ней отбившуюся лапку. Фигурка внутри почему-то оказалась полой. Внезапно подступившее любопытство заставило Татьяну заглянуть вовнутрь, подсветив себе фонариком мобильного телефона. Внутри любимой игрушки сына лежали свернутые трубочкой деньги с прикрепленной распечаткой с сайта продаж авторских работ. Не в силах удержаться на ногах, Татьяна поторопилась опуститься на стул. – Слава, ты опять помогаешь семье даже после своей смерти. – Зачем ты стеснялся своего увлечения? – Вон какую сумму принесли с любовью сделанные резные игрушки. – Наверное, хотел сделать сюрприз потом, уже по взрослевшему Теме. Да, не успел. Не в силах справиться с нахлынувшими чувствами, женщина закрыла лицо фартуком и разразилась горькими, рвущимися из самой глубины души рыданиями. Очень вовремя расколовшийся медведь помог Татьяне начать свое небольшое торговое предприятие. После долгих раздумий о предмете торговли она приняла нестандартные и, на первый взгляд, совершенно неприбыльные решения. Татьяна решила заняться продажей цветов. Да, это был капризный и требовательный товар, но знакомый и очень приятный. Цветы Таня любила с детства и сажала в огромных количествах и на подоконниках. На клумбах под подъездом, в бабушкином полисаднике. В общем, везде. Цветы были для нее особенными созданиями, каждая со своими особенностями и даже настроением. С ними можно было разговаривать, напевать им душевные песни, заботливо ухаживать и видеть, как в ответ распускаются бутоны и молодые зеленые листики. Татьяна в глубине души всегда была уверена в том, что успеха добиться можно только в том деле, которое искренне любишь. Поэтому ее выбор пал на цветы – комнатные и срезанные. Вскоре на местном рынке открылся павильон, из витрин которого смотрели на окружающий не совсем приветливый мир, тугие бутоны роз, махровые головки гвоздик, солнечные шляпки гербер, над которыми на прозрачных полочках буйствовало разнообразие азалий, орхидеев, фиалок, гордений и прочих экзотических гостей из теплых тропических стран. Торговля действительно пошла. Зная характер каждого растения, Татьяна всегда охотно делилась с покупателями секретами и особенностями ухода. Осваивала науку составления флористических композиций и с головой погружалась в изучение особенностей цветочных продаж. Врожденные вкусы, чувство стиля стали ей в этом отличными помощниками. Композиции получались изысканными, нестандартными, и постепенно у Татьяны сложился свой круг постоянных покупателей, в который, естественно, вошла июля. Погружаясь в цветочные рекламные буклеты, женщины планировали, какие растения они высадят весной на даче, где разобьют клумбу, какой уголок найдут для вьющихся стеблей клематиса, а какой для алых роз. Так в заботах и хлопотах незаметно подошел февраль, а с ним и славен день рождения. Женщины засобирались на кладбище. Правда, по настоятельному желанию Юли они сначала пошли в храм на службу, потому что день рождения славы совпадал со светлым праздником Сретенья. Подав записки и отстояв литургию, подруги купили цветы и поехали на могилу. День был ясный и не очень морозный, как раз подстать празднику. Посещение службы в церкви дало им какой-то особый настрой, и горе, постигшее утраты, приобретало новые ноты благоговения перед неизбежной вечностью. На кладбище не было людей, только красногрудые снегири клевали подмершие гроздья рябины, да Юрга Белка приближалась к редким посетителям, рассчитывая на свой лакомый кусочек. «Символическое торжество жизни над смертью», задумчиво произнесла Юля, бросая на притоптанный снег несколько найденных в кармане ядер арахиса. Белка ловко схватила угощение, замелькала хвостом, взбираясь на старую ель. К славиной могиле пришлось добираться по глубокому снегу, лежавшему между могил пушистым, нетронутым белоснежным ковром. Могильный холмик был едва заметен под толщей снега, а с небольшого памятника из браморной крошки на женщин смотрело улыбающееся полное жизни лицо мужчины, который и так много сделал для них обеих. Татьяна не в силах сдержать слез всхлипнула. Юля хранила строгое молчание. «Даже памятника славе хорошего поставить не удалось», засокрушалась сквозь слезы Таня. «Вон, у людей гранитные, а у славы...» «Ты всерьез думаешь, что почившим нужны наши памятники?» Неожиданно сурово подняла на нее глаза Юля. «Их память наша нужна. Молитва». «Да, милостыня щедрая за память души, а памятник это так. Себя утешить. Дескать, сделал все, что мог. Не пожалел ничего». Таня осеклась, и почему-то показалось, что ничем не проявившая интерес к установке славенного памятника Юля, вопрос щедрой милостыни не обошла стороной. Все-таки подругу за это время она немного изучила, но фигура Юли излучала такую вескую и суровую уверенность, что вопрос замер, так и не родившись. «Не, не скажет», поняла Татьяна. «Не скажет вообще ничего». Красные, как рыв гвоздики, легли пышным веером на белый снежный ковер. Женщины еще немного постояли. Таня попросила у мужа прощения. Юля тихо шептала молитву. Недолгий зимний день уже норовил вступить в свою предвечернюю пору. Подруги, обнявшись, пошли к выходу из кладбища. Уже не было ни снегирей, ни белки, и ничто не нарушало вечное, невозмутимое покое этого места. С этого дня Татьяна стала потихоньку посещать церковные службы. Она не различала малознакомые слова, совершенно не понимала порядка богослужения, но издерганная и измученная душа потихоньку успокаивалась. Мысли становились яснее, давящие груз угрызений совести даже легче. Весна не заставила себя ждать. И в самую горячую для цветочников пору в преддверии Международного женского дня на телефоне Татьяны требовательно высветился звонок с неизвестного номера. Татьяна Сергеевна, это полиция, по делу вашего покойного мужа. Нам бы очень хотелось с вами встретиться. Внутри все сжалось, похолодело и опустилось ледяным комком куда-то вниз живота. А по какому делу? Мой муж погиб полтора года назад. Несчастный случай. Какое у него может быть дело? «Приходите завтра в девять, мы вам проясним», – ответил уверенный мужской голос и назвал адрес. Все ночь Татьяна проворочилась сбоку-набок. Какое дело могло быть у ее Славика? Он что, что-нибудь натворил и это до сих пор расследует? Что мог натворить ее законопослушный и щепетильно порядочный в денежных вопросах муж? Влезть в долги Славик не мог, потому что не мог этого никогда и все. Ничего более криминального в ее многострадальную голову не приходило. Утром суровый капитан стал почему-то расспрашивать Татьяну о служебных контактах мужа. Какими проблемами делился, о чем рассказывал, как отзывался о руководителях, о сослуживцах. Совершенно сбитая с толку женщина пыталась вспомнить все, что могла, но их из-за славы семейных трений информации, конечно же, оказалось не густо. «Да, с такими данными каши не сваришь», – недовольно почесал за ухом капитан. «Выходит, никакой служебной информации муж с вами не делился. Очень жаль. У нас есть подозрение, что гибель Вячеслава оказалась совсем не случайной». Огромный, невидимый молот поднялся и стукнул с размаху Татьяну по голове. По крайней мере, ей так показалось. «Убили? Славу убили? Ну за что? Он же кристально чистый человек». Внезапно нахлынувшая ярость выхватила из самых дальних уголков мозга нужный клочок. «У меня есть… у меня есть флешка Славика. Он ее забыл в тот последний день прямо в ноутбуке. Я не знаю, что там мне было не до этого потом, но… Может, вам пригодится?» Капитан просветлел лицом. «Флешка? Она у вас?» «Поехали, время не ждет». Исев капитанскую машину, они быстро поехали к Таниному дому. Капитан, получив завещанный веждок, решил посмотреть его сразу, прямо у Татьяны. Она пошла оставить гостю чай, а гость зарылся с головой в ворот таблицы и копии документов. Минут через десять явно обрадованный капитан согласился попить чаю. «Ваша флешка – это просто подарок судьбы», – хрустя с ушкой признался капитан. «Я уже думал, очередной висяк достался. Все подозрения налицо, а ухватиться было не за что. Теперь-то дело раскручу». Недобро прищурился он, и этот прищур не предвещал виновникам ничего хорошего. «Спрашивать, наверное, нельзя, да?» – осторожно поинтересовалась Татьяна. «Да, нельзя», – подтвердил капитан. «Доведем дело до конца, все узнаете». И чтобы заполнить грозившую нависнуть паузу, спросил. «Тяжело вам, сыном, без кормильцу, наверное». «Ну, сейчас уже не так», – отозвала из Татьяна. Удалось наконец-то цветочный киоск открыть. «Приходите, я под праздник вашей жене лучший букет соберу». Капитан внезапно побрачнел. «Букет он будет нынче без надобности. Похоронил я жену три года назад. Неудачная беременность, кровотечение, в общем, не спасли. Теперь растут мои мишки с Сашкой без матери». «У вас сыновья?» – спросила Татьяна. «Не просто сыновья, а близнецы», – улыбнулся капитан. «Двое из ларца одинаково с лица». «Ну да, мне пора». «Спасибо за чай». «Если я еще смогу чем-то помочь», – пролепетала Татьяна. «Капитан». «Ой, я даже не знаю, как вам обратиться». «Владимир», – козырнул совершенно непослужебному капитан и заторопился к машине. Дело о славенной гибели действительно довели до конца. Уже на суде Татьяна узнала, что муж в процессе работы обнаружил информацию, свидетельствующую о том, что часть руководства фирмы выводила деньги из оборота по сфабрикованным документам на личные счета. Озвучить это незаинтересованным членам совета директоров он не успел. Резко подрезавший его на обгоне внедорожник добился цели. Пытаясь сманеврировать, слабо потерял управление автомобилем и слетел с обрыва. Владимир лично пригласил Татьяну на слушание дела. Это было чудовищно тяжко, но, по мнению Татьяны, совершенно необходимо. Она хотела убедиться лично, восторжествует ли справедливость правосудия для людей, забравших у нее самое дорогое. На этот раз справедливость восторжествовала. Уже очень неоспоримыми оказались доказательства. Правда, существенного облегчения Таня, к своему удивлению, не испытала. Слава этим все равно не воротишь. Что эти люди? Слепцы, играющие чужими жизнями и не понимающие, что они не имеют власти даже над своей собственной жизнью. Так их назвала Юля, и Таня была с ней совершенно согласна. Несколько месяцев спустя Татьяна убирала жухлую траву на могиле Славы. На этот раз она была одна. Ее уже долгое время мучило вопрос, на который никак не находился однозначный ответ. Наконец, она набралась храбрости и заговорила с мужем, глядя на его улыбающуюся фотографию на памятнике. «Слава, ты только не обижайся, я тебе вот что скажу. Этот капитан, который дело твое вел и на всех виновников улики раскопал. Знаешь, Слав, он мне предложение сделал. Он ведь тоже вдовец, двух мальчишек сам растит. Не важно им одним без матери. Да и Тема растет ему, твердая отцовская рука нужна. Володя человек хороший и надежный. Слав, ты не обидишься, если я соглашусь». Татьяна напряженно всматривалась в фотографию мужа, словно он мог ей вправду ответить, но Слава улыбался все той же широкой улыбкой из прошлого, навечно оставшись веселым и молодым. Постепенно достигшая наивисшего пика напряжения, стала покидать ее и уступать место спокойной уверенности человека, сделавшего правильный жизненный выбор. «Луж на этот раз я постараюсь быть по-настоящему хорошей женой», – подумала Татьяна, сгребая в пакет убранную траву и кладя на могильный холмик охапку мокровых ярко-малиновых астр.